После уроков. Подкаст о дополнительном детском образовании. У микрофона Анастасия Луговкина. Здравствуйте! В эфире подкаст «После уроков». И сегодня наша передача посвящена такой теме, как «Дети и деньги». Мы поговорим об отношении детей к деньгам, с какого возраста давать ребенку деньги на карманные расходы, вознаграждать ли финансово за хорошие оценки и как научить ребенка грамотно обращаться с деньгами. Об этом и о многом другом мы поговорили с психоаналитиком и мантесори-педагогом Ольгой Долгорукой. Я занимаюсь психоаналитической психотерапией. Сам по себе анализ, это классическая история, это пять раз в неделю, по часу, когда пациент лежит на кушетке и свободно ассоциирует. А с детьми мы тоже свободно ассоциируем в игровой форме и такая разговорная терапия, когда помогаем детям говорить обо всем. Поэтому если я работаю с детьми, то я позиционирую себя как игровой терапевт. Если со взрослыми, то психоаналитический психотерапевт. Почему вообще эта тема денег заинтересовала? Наверное, тоже интересно вам, актуально. Это скорее вызов времени. Очень часто у нас есть такие марафоны и наша тяга к мифическому такому мышлению, что придет Дед Мороз и подарит что-то ценное на Новый год. Тема как и для взрослых такая очень актуальная, сложная, так и уже для детей. Как вариант, чтобы через детскую такую призму посмотреть на то, как я обращаюсь с деньгами. Накапливаю жертвы или как-то еще. Но это актуальная тема сейчас в обществе. Даже в терапию приходят взрослые люди. С кем запросом? Я хочу больше заработать. Внешне. А потом уже выясняется, что я хочу выглядеть более ценным, я хочу в отношениях, в других сферах, или что-то поменять в своей жизни. То есть это опять-таки какой-нибудь универсальный символ обмена. То есть деньги уже вторично. Первичный запрос, он всегда какой-то другой. С какого возраста дети начинают осознавать реальную ценность денег? С какого возраста с ними стоит начинать уже на эту тему говорить? Начнем с того, что ребенок растет в системе, и он рождается в семье, и в семье есть некий уклад. Уже есть такое пространство, где что-то происходит. Мама берет ребенка в магазин, например, и ребенок видит, что чтобы что-то получить, нужно справа отдать. Собственно, вся наша жизнь так происходит, что мы сначала потребляем, потом избавляемся от переработки потребления. Я, конечно, хочу связать с ранним развитием, конечно же. Ребенок, когда рождается, он уже, грубо говоря, конечно, это может пугать, но он уже платит тем, что он есть. То есть он приносит позитив, он улыбается, он приносит с собой некие отношения. И это тоже можно сказать, что какая-то там плата за жизнь. Ну, с этим можно согласиться или не согласиться, можно поразмышлять, можно дальше продолжить такую тему. Но в любом случае в этой жизни есть некая плата. Ну, собственно, он видит, что чтобы что-то получить, нужно отдать что-то ценное. И когда ребенок понимает, что есть ценность денег, так как деньги — это такое универсальное средство обмена, ценно для любого человека, кроме монаха, например, на Тибете. И к ребенку приходит такое понимание, что деньги — цены, когда у него начинают формироваться абстрактные такие понятия. Он может там задуматься о жизни и смерти. Где-то к пяти-шести годам. В Европе принято давать карманные деньги уже к четырем. И когда дети, в принципе, там задумываются, хотят что-то пощупать. Ну, здесь у нас, например, пять-шесть. Кто-то, наверное, на пятилетие дарит ребенку свою копилку. Ну, наверное, можно определить такой возраст. Я постоянно вижу таких детей, которые просят родителей, ну, купи мне то, купи мне сё. Вот как грамотно сказать в другой раз или когда-то заслужишь, да? Вот как вот. Наверное, это еще про детские истерики в магазине. Ну, да, вот я часто такое видела, что заходишь в магазин. Ребенок уже до слез, есть уже мамы там нервные. Можно провести параллель, да, с нашей прошлой встречей, когда, избегая каких-то своих эмоций, одиночества или какой-то покинутности, отверженности или даже голода, мы убегаем в гаджеты, да? Ну, к примеру. А тут, так как какая-то вещь, подаренная мамой, купленная папой или отданная бабушкой, подтверждает мою ценность в их глазах, то, чтобы быть всегда ценным в глазах другого человека, нужно как будто бы просить и тем самым как бы подтверждает то, что я есть. Если ты мне покупаешь телефон, то я для тебя ценен. И в этом плане родителям, конечно, важно как бы играть на опережение, да? То есть там мы идем в магазин, мы покупаем все необходимое и что-нибудь для тебя, что ты выберешь, там, например, в каком-нибудь там отделе игрушек или сока, там, к примеру. То есть это там что-то такое ценное для ребенка, да? Да, вот мы тем самым его учим выбору, что очень сложно делать, выбор, в принципе, по жизни тоже такому. Можно выбрать что-то одно в магазине. Да, да, да. Поэтому в этом плане, конечно, хорошо бы научиться и, в первую очередь, взрослому, да, и ребенку приучивать к тому, что хорошо бы делать выбор. Вот, например, у тебя есть 100 рублей, и можно выбрать что-нибудь, там, сегодня, там, игрушку, там, а завтра, например, сок. Или что-нибудь такое, что принято в вашей семье, там, что-нибудь полезное. Есть еще хороший такой момент, опять-таки, отталкиваясь от возраста ребенка, приемом к 6-7 годам, есть такая традиция, что родители деньги выдают. Например, это раз в неделю, там, какой-нибудь определенный день, и ребенок это воспринимает как некую такую зарплату. И, например, в западной культуре, как один из вариантов, делают такие три копилочки. Первая на необходимые расходы, это на обеды, на походы в кино с друзьями, или на какие-нибудь еще те расходы, которые не контролируются. У второй копилки это может быть накопление. То есть, то, что ребенок, там, может долго копить, несколько месяцев, например. И третья копилка это на пожертвования, подарки членам семьи, друзьям. И такая, как бы, система, она дисциплинирует ребенка, такая финансовая грамотность, можно сказать. Их все очень нравится, потому что, особенно в нашей культуре, то, что я сейчас вижу тоже у молодежи, студентов, есть затруднения с тем, чтобы накапливать. Да, а если у нас есть такая подушка, то это хорошее такое подспорье, да, чтобы смотреть в завтрашний день с уверенностью. То есть, деньги, да, они дают такую, получается, некую такую безопасность. Вот вообще про финансовую грамотность. Это большая трудность не только для детей, но и для родителей. У нас же вообще нет урока финансовой грамотности в школе. И, в принципе, человек, он даже не знает, как ему грамотно управлять деньгами. А мы еще какие-то претензии, например, к детям предъявляем. Там порой сами взрослые, они тоже расточительством бесконечно занимаются. Ну, просто такое размышление. А вот, кстати, в школе еще есть такой момент уже, когда ребенок постарше становится, он просит у родителей какие-то дорогие телефоны. Как, может быть, грамотно объяснить ребенку, что ценность человека, она измеряется материальными вещами, наличием таких вот дорогих вещей? Как это грамотно выстроить? Ух, это вопрос из вопросов. Ну, я бы хотела, наверное, развернуть нашу беседу еще в сторону ценности самих денег, да? Ведь, смотрите, можно размышлять о деньгах как о неком таком универсальном символе. То есть деньги сами по себе, они не цены. Ценно то, что можно на них купить, на них получить. И можно поразмышлять еще на тему того, деньги как символ, как я могу общаться с этим миром, как я могу получить от него что-то. По такому большому выводу, можно сказать, деньги — это символ того, как я заботюсь о себе. И возвращаясь к вопросу о том, как объяснить, что ты в одиннадцатом классе, тебе не нужен айфон тринадцатый, тебе достаточно пятый, к примеру. Это, конечно, вопрос о том, что ценно сейчас. То есть скорее это такие беседы, и возвращение к тому, что ты ценен сам по себе, а не потому, что у тебя такой телефон. И я бы хотела еще вернуться все-таки к самому такому раннему, первому знакомству с деньгами. Важно, опять-таки, в этих расходах, когда мы помогаем общаться с деньгами, в начальной школе, например, важно давать ребенку ошибиться. Например, допустим, ребенок накопил две тысячи рублей, и вот сиюминутное такое желание, он купил куклу. И она может наскучить через некоторое время. И важно возвращаться, то есть быть внимательным к последствиям выбора ребенка. Это может быть кукла, это может быть что-то другое. То есть покупка, ну как бы акт, но а потом эта вещь, ты ею пользуешься, она тебе приносит удовольствие, ты можешь ею пользоваться другими людьми или нет. То есть вещь, которая имеет жизнь. Если мы будем это делать в начальной школе, когда можно ошибаться, то у нас будет меньше таких, наверное, сложностей, больших вопросов старших классов. Лучше учиться на маленьких суммах, чем на таких больших. Такая рекомендация, наверное. Ну, а если ваш ребенок, конечно, там уже взрослый, уже просит айфоны, то хорошо бы напомнить ему еще и еще о том, что ты мне очень ценен, дорог, любим просто так. Есть другая история, что, конечно, общество давлеет, и эта бесконечная гонка в нарциссическом мире не приводит к психическому здоровью. Но у нас есть большие возможности, большие надежды, чтобы опять вернуться к личности и к тому, что поистине приносит удовольствие. Вот вы еще сказали очень интересный метод по поводу трех копилок. Хочется немножко побольше поговорить на эту тему. С какого возраста вообще стоит начинать выдавать ребенку деньги? В каждой семье по-разному. Все-таки есть, например, дети, которые уже имеют опыт старших братьев, там и сестера, есть там единственные дети. И тут, конечно, есть вариации. Второму, третьему ребенку уже легче, потому что он смотрит на то, что у старшего есть уже деньги. Так, наверное, да, вот к шести-семи, когда есть уже возможность покупать обеды в школе, например. В некоторых детских садах, да, вот в Сори-садах уже там можно что-то покупать в пределах 100 рублей. И это тоже некий такой навык. Поэтому это, конечно, зависит от семьи. Так, по наблюдениям, 5-6-7 лет – это такой хороший возраст. Кстати, по моим наблюдениям тоже многие мальчики чаще говорят о деньгах, чем девочки. И это тоже как бы вопрос. Еще я не ответила себе на такой вопрос. У меня есть воспитанник, который в первое время нашего знакомства меня всегда спрашивал, сколько у тебя денег? А у тебя много денег? Когда я приходила к нему, мы играли, обсуждали. Потому что первое, что он мне презентовал, это то, что у него очень много денег, у него очень много монет. И это очень интересно, как это так разворачивается в его жизни. Родители достаточно обеспеченные. И я супровизировала этот случай, много говорили. И была одна из версий о том, что он меня проверяет. То есть этим таким путем. Стоит ли мне доверять? То есть как бы здесь, именно в этот момент, да, ему 6 лет, такой универсальный способ проверить. Ты из моей стаи, я могу тебе доверять. Но это не про ценность того, что если у меня мало денег или больше денег, он будет со мной общаться или нет. То есть это, опять-таки, это про чувства, это про доверие, про какое-то некое другое общение. Мне сейчас сложно говорить, потому что наше общение продолжается. И иногда эта тема всплывает. Но благодаря такому переходному объекту нам уже удается выстраивать какие-то еще более дружеские и доверительные отношения. Про копилки. Ну, то есть лет в 6-7 уже, в принципе, можно уже начинать объяснять, да, уже с копилками вот эту систему работы устраивать. Да, да, да. Устраивать такую систему работы с копилками. И очень важно еще планировать бюджет. Западные исследователи темы денег предлагают даже вместе с ребенком раз в полгода, раз в год пересчитывать, пересматривать, на что он тратит, на что он копит. То есть как бы быть всегда в контакте, да, и помогать. То есть планирование – это очень-очень важно. Приход, расход, откуда у него могут быть деньги. Могут родители выдавать, могут еще подарки от друзей, от бабушек и дедушек. Еще поговорим про такую интересную и спорную, может быть, тему вознаграждения. Ну, вот когда там за пятерки или за домашнюю работу по дому, ну, спеуборку по дому, какая-то денежка выдается. Как относишься к этому моменту? Классная тема. Это вот западный такой подход. Вот я вот как встречалась, у нас в России такое не принято. Вот за границей вот есть вот такой момент. Да, да, да. И есть такая книга, она называется «Дети и деньги. Адам Хо и Кеон Чи». Такие два автора. У одного двое детей, у второго, по-моему, тоже двое. И один из них платит деньги за домашнюю работу, а второй нет. И когда я читала эту книгу, я думала, господи, ну, почему, зачем платить? Это же член семьи, он также вкладывается в пространство, как и все другие люди, взрослые. То есть, как бы, также воспитывает ответственность, что я мою посуду просто так. И я встречала такие семьи, которые платят ребёнку за какие-то сезонные вещи. Например, за мытьё окон, да, это же не каждый день. Или чтобы убрать листву на даче. То есть, это такое некое вознаграждение. И мне, кстати, очень нравится такой подход, что можно поощрить ребёнка в его желании заработать, чтобы купить долгожданную игру, например, настольную. То есть, как такой поощрять его способность к накоплению. А что касается учёбы, то такой тоже спорный момент. Мой папа пытался платить мне за мои оценки. Я до сих пор не понимаю, правильно это или нет. Ну, конечно, мне нравилось, что у меня были карманные деньги. Но в то же время, наверное, в этом не было необходимости, потому что изначально в семье была ценность образования. То есть, папа всегда говорил, общался со мной, да, что здорово читать книги, поддерживать такую любознательность к миру. И тут, конечно, двоякий такой момент. То есть, если мы хотим как-то зажечь интересы к учёбе, да, и как-то помочь ребёнку хоть как-то сесть за книгу, то скорее, да, можно некоторое время платить или обещать ему какой-нибудь суперпоход в аквапарк после четверти. Да, всё-таки хорошо бы оттолкнуться от того состояния, от того настроения, да, чтобы ребёнку всё-таки помочь. Есть ещё такой момент, что некоторые родители, например, дарят большое путешествие на день рождения, например, да, то есть, они там целый год копят, чтобы на день рождения к ребёнку куда-нибудь уехать вместе. И это тоже укрепляет семью. И ребёнок не только там ждёт свой день рождения, чтобы будет много подарков, будет ещё целая неделя вместе, когда можно радоваться друг другу и увидеть новые места. То есть, в средней школе, например, там ребёнок сам выбирает, куда поехать. Это тоже как бы такая традиция, такое поощрение, что, ну, при этом ребёнок хорошо учится, иногда не очень хорошо, но деньгами этот момент не регулируется. Конечно, разные есть способы, и это, опять-таки, как мы общаемся с деньгами и как мы заботимся о себе. А в вашей практике встречалось то, чтобы родители вот так вот поощряли детей? И за что? За оценки, может быть, или за домашнюю работу? Насколько часто это вот встречается сейчас в семьях? Знаете, в своей практике я всё-таки заметила, что есть, да, вот три темы, на которых очень сложно говорить. Да, это секс, смерть и деньги. Так вот, из этих трёх самое сложное всё-таки это деньги. Не такая открытая тема. Да, вот у нас долгое время считалось, что быть богатым это стыдно, там, плохо и деньги грязные. Есть действительно. Сейчас всё наоборот. Там есть какие-то аффирмации, мантры и так далее. И даже теперь молодёжь может сказать, типа, там, я люблю деньги, да, и не стыдиться этого. Это здорово, что можно наблюдать какие-то изменения. Так во все времена обсуждение темы денег всегда сопровождалось сложностями. Но сложности, мне кажется, больше от нашего взаимоотношения с деньгами, да? Мы можем любить деньги, а можем всё время негативно относиться или как-то упрекать. То, что их там мало в моей жизни, ещё что-то. Но это личные тоже взаимоотношения, можно так сказать. Да, да, да. Но всё-таки не стоит забывать о том, что сейчас нашему поколению, те, которые родились в конце Советского Союза, всё-таки у нас, у нас у всех есть такая большая травма поколения. Это голодные девяностые, и в девяносто восьмом году это большой кризис. Поэтому, ну, как можно относиться там как-то сложно или не сложно там в индивидуальном подходе. Но всё-таки у нас есть ещё такой социум, который с такой большой раной. Поэтому важно думать, говорить, озвучивать погромче, чтобы это обсуждалось всё-таки в сообществах, там, то, что мы с вами сегодня встретились, да. Так что, ну, это тема, про которую можно и нужно говорить. То есть это наша повседневная жизнь, наше такое тоже взаимоотношение с миром. Да, вот действительно, вот поколение девяностых, получается, мы застали ещё старую формацию, и потом непонятно, как это всё менялось. И даже до сих пор, наверное, непонятно, куда это всё ещё что-то и катится. Но всё равно вот в тот период он лучше-то как-то более бережно относиться к деньгам. Ну, вот не знаю, как у кого. Ну, вот я, например, мне кажется, вот лучше там подкопить, вот не люблю тратить. Я помню вот этот кризис 98-го. Ощущение, оно всё равно, как будто это лучший, наверное, урок в жизни по поводу финансовой грамотности. Это правда. И можно ещё понаблюдать, что наше... Сейчас очень хорошо так процветает экологическая история, это ведь тоже про ресурсы. Мы хорошо живём, там у нас ещё что есть, у нас бесплатное образование в школе среднее, обязательное, да, но в то же время как бы у нас уже прошито такое стремление к порядку и такой гармонии. И базовые потребности, например, там они закрытые. Теперь есть как бы стремление к тому, чтобы позаботиться ещё о природе, о среде. Это тоже как бы отношение к ресурсам. Меня очень радуют молодёжные такие эко-движения, волонтёрские какие-то проекты, мероприятия. Конечно, приятно, что люди задумываются там о ресурсе. То есть взять уже какую-то пользу нести, это уже, наверное, следующий этап. То есть сначала нужно себя на ноги устойчиво поставить, наладить свои отношения с финансами. А уже потом, когда ты уже устойчиво стоишь на ногах, ты можешь и другим помогать, да, там, ну, какие-то благотворительные организации, экологией заниматься. Вот, наверное, ты, может быть, я слышала такие советы от людей, которые, да, там, по финансовой грамотности. Наверное, может быть, это такой ключевой момент, потому что мы иногда стремимся помогать кому-то ещё сами. Очень непонятно, в каком положении, да. Это и есть такое вот у человека. Броситься на помощь. Помогая другому, как будто бы помочь себе. Да, да, да. Что-то может для православных человек брать деньги за свои услуги? Меня тут уже упрекнули. Ну, у меня была такая ситуация с одним человеком. Вот. И он говорит, мы во славу Христову, мы несём свет Христов, а ты тут деньги смело брать. Потому что я за свои услуги ведёла монтажа, за интервью. Ну, как будто, знаешь, типа, бесплатно делать. И вот съед Христов. Ну, извините, я уже пережисла уже это. Ну, то есть, как бы, да, за Христов, типа, аллотин. Почему нельзя это всё совмещать? Да, вот и именно. Вообще, есть такая работа, этика протестантства, что-то в том роде. То есть, там, наоборот, да, стыдно быть бедным. Значит, тебя там Бог не любит, если ты там такой бедный. Я слышала, что священники там говорят, что деньги – это тоже как благословение, да, ну, что раз тебя, даётся это. Как бы тебе вообще грех вообще отказываться и жаловаться. Деньги – это про самостоятельность. Это не про благословение, что, как бы, да, там, родитель захотел, дал там деньги. Не захотел. Поэтому, когда мы говорим о детях, очень важно, чтобы как бы деньги любят дисциплину. Если я даю карманные деньги, я даю одну и ту же сумму, там, один раз в неделю. И это про такую стабильность, про уверенность и про самостоятельность. А то, что, как бы, это благословение, я не согласна. Это здорово, когда там много денег, есть как раз возможность заработать, приложить усилия и получить удовольствие от того, что ты делаешь. Ну, а про это какая-то, ну, инфантильная такая история, что, как бы, ты зависишь, получается, там, от внешнего мира, от благословения. Я не думаю, что Бог хочет, что мы были бедными. Нет. Я не согласна с этим. Я тоже, конечно, какой-то диссонанс. Да, в этом плане мне нравится протестантизм, и это очень классно. Почему нет? Да. Кстати, некоторые священники, имея хороший инструмент, вот такой контакт души и духовности, уходят в коучинг. И для меня это большой вопрос, например, что, там, коучинг, как мировоззренческая такая история, и, ну, в общем, имея такую харизму работать с людьми, там, по сути, получая за ту же самую работу деньги, ну, там, священство, да, теперь коучинг, это, как бы, тоже вопрос, но уж лучше получать деньги, чем ходить, ну, с виной. Потому что, когда мы не получаем деньги со своей работы, мы злимся. Ну, это вообще дисбаланс какой-то. Это да, ну, сколько можно ребёнка кормить грудью? Ну, просто так он получает это молоко, ну, опять-таки, даёт там улыбку, там, отношения, взаимодействие, но он уже перерастает, и он хочет уже сам что-то делать. Представляете, представляете, как бы мы убираем вот этот, вот эту возможность, вот это удовольствие для него, по сути, мы кастрируем. Чего-то достичь вообще своими правилами, своими действиями. Так что деньги – это хорошо. Ну, как, да, это моя такая энергия, там, у меня что-то есть, да, от этого мира, и мир меня наполняет. В момент своей ценности ты отдаёшь, и ты получаешь, по-моему, это взаимовыгодный обмен. Получается, да, если ты что-то делаешь, ну, там, в православной среде ещё за это деньги получаешь, то получается, что получая деньги, ты перекрываешь всё это, или аннулируешь, как бы, не знаю, ну, как-то. Ну, по сути, получается, как бы, да, ты аннулируешь и дискредитируешь, как это называется, трёхчастная концепция, да, о том, что человек, там, тело, душа и дух, ну, извините, телу нужно кормить, телу нужно развлекать, нужно одевать. Не только дух и душа. Вот-вот-вот. Без подпитки тела дух и душа тоже они разрушаются. У нас всё-таки есть отношения с этим миром. Опять-таки, деньги не нужны монаху, потому что он ушёл от мира, как такову. Но всё равно, как бы, на обеспечении монастыря. И там тоже есть деньги, да, в каждом монастыре. В монастыре тоже это пожертвование. Брат-эконом. Конечно. Отец-эконом. Может быть, таким выводом, итогом, какие-то полезные советы родителям, прежде всего, да, как вот устраивать взаимоотношения детей с деньгами. Ну, может быть, так, самое важное. Тут, наверное, больше к родителям обращение. Наверное, я хочу проиллюстрировать один случай, когда в семье две девочки разного возраста, так у них, наверное, четыре года разницы, и выдают деньги им на карманные расходы, и выдают разную сумму, ну, потому что разные потребности. И неизбежно у детей, да, есть такое, как бы, соревновательный или даже сравнительный какой-то момент, там, а почему ей столько, а мне вот столько. И это неизбежно. То есть мы сталкиваемся там в семье с этим и дальше во взрослом мире. И почему я решила рассказать про этот случай? Потому что он про то, что важно отталкиваться всегда от своих потребностей, да. То есть девочка старшая покупает себе обеды в школе, там, а младшая пока в детском саду, и она может тратить свои деньги на что-то другое. Но иногда, и это очень интересно, они кооперируются вместе. То есть родители им помогают выделять часть денег из своих карманных, чтобы они купили, например, какую-то совместную вещь, да, опять-таки настольную игру, которую могут вместе играть. И это очень здорово, что, опять-таки, в семье там можно учиться, там, не только как пить и там, и тратить на себя, но в то же время как бы кооперируются и сделать нечто большее вместе. Коворкинг. Да. Популярное нынче слово. В этой книге есть еще такая тема, что, например, одной девочке дают 50 долларов в неделю, другой дают 100. И когда первая девочка узнала там про другую сумму, родители ей объяснили, что там возможности семьи разные. Но в то же время девочка, которая получает 100, она платит за те вещи, которые первые достаются бесплатно. И это тоже интересно, что не все можно купить за деньги или, например, что-то такое есть. Опять-таки, там можно посмотреть вокруг себя, действительно, что мне достается бесплатно. И ценить то, что есть без денег. А какие вот все-таки есть у вас случаи из практики, связанные с финансовой грамотностью? Может быть, есть какие-то проблемы денежного толка? Ну, конечно, есть. Сиюминутная покупка, конечно же. Это одна из проблем. На таком энтузиазме что-то. Да. И это опять-таки, да, там про эмоции, что я хотела именно сейчас удовлетворить свое желание. Но я тут понял, что эту игрушку мне уже неинтересно через два часа. Такое очень, да, важно объяснить и рассказывать последствия, там, все-таки перед покупкой хорошо бы говорить. А зачем там тебе она нужна? Как ты будешь ей пользоваться? А если тебе не понравится, можно ли ее вернуть обратно? Вот такой момент. Ну, какие проблемы? Конечно, проблема сравнения. Но всегда было. Во всех временах. Ну, конечно, приятно, но бывают ограничения. Да, там, я не могу себе купить «Феррари». Ну, я не страдаю. Меня делает это мне менее счастливым. И не мешает мне благодарить Бога за мою семью. Как вариант. Семейте то, что есть. Да. Какую литературу по финансовой грамотности, так, из своего опыта, мировоззрения бы порекомендовали? Может быть, родителям почитать, чтобы как-то, если есть какие-то вопросы, сложности, улучшить эту сферу? Вообще, очень мало книг, на самом деле, на эту тему. Именно, в частности, в психологии, да, вот, взаимодействие психологии и денежные, да? Есть какие-то, да, там, рекомендации. Сделай раз, сделай два. Или, господи, сейчас инстаграм кишит, какие цифры нужно писать на запястье и сколько раз покрутиться вокруг себя, чтобы на полную луну пришел миллион долларов. Вот все-таки, как бы, как природу денег, как ее познать, постичь и использовать. Конечно, очень мало литературы. Так, одно из них, Маданнес, тайное значение денег. Это написал психоаналитик в соасторстве со своим братом-экономистом. Маданнес, тайное значение денег. В основном все зарубежные, кстати, да, авторы? Вот почему-то... Меньше, меньше таких травм поколений, у них не было раскулачивания, там, не было 90-х. И когда мы говорим про деньги, мы говорим часто там о дисциплине, о границах, да, что важно их считать, ввести отчет, расход. У нас в православной среде принято ориентироваться на Серафима Вылицкого, о том, что он совсем не считал или как-то вот, ну, я плохо себе представляю на эту систему. Ну, вот такой избранный человек, хорошо, тут тоже имеет место быть, что у нас есть такая непознанная тайна. Восемнадцатого года книга «Дети и деньги». Адам Хо и Кеон Чи. Самый молодой миллионер Сингапура и руководитель крупной компании сингапурской. Но, опять-таки, как бы это другая культура. Ну, конечно, всегда можно начинать все узнавать. Ну что, тогда завершим сегодняшний наш разговор. Большое спасибо за интересную беседу. Вообще, такая тема актуальная, интересная. Сложная. Сложная, да. Спасибо вам. Спасибо за встречу, мне было приятно. Я напомню, что сегодня мы поговорили о такой теме, как «Дети и деньги». В программе принимала участие психоаналитик и Монте-Сори-педагог Ольга Долгорукая. На этом наш подкаст на сегодня завершен. У микрофона была Анастасия Луговкина. До встречи в следующем выпуске. После уроков. Подкаст о дополнительном детском образовании.